Ну чё? Тихо, вы меня видите? Я вижу вас, только близко сильно. Вам надо отступиться подальше. Ещё. А теперь как-то пониже сделаться, потому что у вас голову срезает картинкой. Вот так, всё, всё, всё. Сейчас повыше маленько, сейчас сильно ниже. Подбородок срезает. Вот так вот, всё. Не задевайте. Так, давайте коротко рассказывайте, кто, откуда и что. И сразу спрашиваю. У нас всё выставляется в интернет. Вы не против? Игнатий Тихонович, да, я всё знаю. Записывайте. Это, я думаю, будет полезно, если мы о чём-то будем говорить. Я из Украины, город Неклазежинск. Понятно. Вы не против? Вы определённо скажите щётко, не против? Нет, не против. Я слушаю, пожалуйста. Значит, в общем, вопросы. Понятное дело, характер такой у них будет. Я думаю, много таких вопросов вы слышали. Значит, о церкви. О церкви, о том, как вести себя мне в ней. Потому что я у нас, те, что храмы поблизости, обошёл их много, посмотрел. Очень много, скажем так, несоответствий. Несоответствий с канонными правилами, хотя я их очень слабо знаю на данный момент. Очень слабо. Но просмотрев ряд ваших роликов, ну, ряд это, я думаю, порядка, наверное, двухсот, я их посмотрел за то время, как я пришёл к вам в гости. К вам в гости. То есть вы являетесь моим духовным отцом, по большому счёту, потому что я до сорока лет, сейчас мне на данный момент сорок лет, до сорока лет я где-то летал, плавал и так далее. То есть, ну, не там, где надо. Но самое главное, что я находился всё время в поиске. И вот меня этот поиск привёл сюда. Сейчас, на данный момент, то есть я считаю себя православным мирянином. Не знаю, это кто должен оценить это. К духовникам, которые у нас есть по церквям, как бы я обращался с разными вопросами. То есть обрадобритие и так далее. То есть о епидемиях и о всех этих вопросах, то есть я не получил. То есть епидемии они не раздают сейчас, на данный момент, при возрасте оглашенной языки, никто не выходит, никто не шевелится. Это в пяти храмах я был, в пяти храмах, то есть разных у нас в городе. Вот. И я как бы на данный момент до сих пор остаюсь в поиске. То есть я ещё не нашёл себя, ни в одном из этих храмов я не нашёл, потому как, ну, много разногласий у меня с ними. То есть они, как бы, я уже зашёл, может, или далеко, или неправильно, что-то я, как бы, воспринимаю это всё. Вот. И очень сложно. Сейчас на данный момент мне очень сложно, потому что, как бы, я говорю, я в растерянности. Как вести себя, как, что делать дальше, потому как я не могу, допустим, ездить в соседний город или там в какое-то село, там, где это будет всё хорошо. Вот. В храм это не очень удобно. И как мне быть вот в этой ситуации, может, вы подскажете. А что вас не удовлетворяет в тех храмах, где вы бываете? Ну, храмы сами по себе, да. Просто пастыри в этих храмах, вот, они не могут ответить мне, точнее, не отвечают на вопросы, но, я же говорю, в несоответствии с канонами и так далее. То есть, допустим, я бы наложил на себя эпидемию только за то, что я не крещён. Вот. Я ещё не могу принять крещение, потому как тоже никто не крестит полным чином, с полным погружением. То есть, мне предлагают, говорю, я зашёл в наш кафедральный собот центральный, они мне говорят, 450 гривен, и приходите, мы вас побрызгаем. То есть, я говорю, нет, спасибо, я пока воздержусь. Во-первых, я ещё не готов, потому как я пришёл только к вам. Вы мне для начала положите какое-то начало, благо ли. Вот. А затем уже будем о чём-то говорить, как бы типа крещения. А они, ну, так сразу им давай деньги, и всё. На этом всё заканчивается. Так, понятно. Вот. То же самое про Добриди. Они начинают выдумывать там разные истории о том, что это та, это было раньше, это было давно и так далее. У них другие условия были. Там, в общем, ну, про слух Давида я привожу пример. Ну, как бы об этом тоже. И вот я же говорю, как мне найти того, скажем, духовного, духовника, который будет со мной работать. Ну, вот в чём дело. Так, ну, сейчас, подождите, давайте так. У вас что-то сильно туманное, там, может быть, глазок протереть надо, посмотрите. Не-не-не, сейчас я, может, сильно близко подошёл. Так лучше? Так, получше маленько. О! Так, а вы теперь попробуйте сместиться вправо, я посмотрю, ещё получится у вас. Вот так. Не надо, просто сами, сами сместитесь. Там не, экран не задевайте. Экран не... Сами на табуретку сместитесь туда. Вот ещё маленько, ещё маленько, ещё сместитесь вправо. Вот так вот, а оттуда не выходите. Всё, вот так. Да, да, да. Так лучше будет. Так, теперь давайте, чтобы я знал. Вот вы уверовали в Господа Иисуса Христа. У вас сомнений в символе веры нету? Нет, нет. В символе веры никто вот это не видит. Так, теперь вот вы приходите к храму. Давайте начнём так. Из дома выходите. В каком месте, что вас смущает? Чтобы я понял, что не крестят, это ужасно. Это можно приехать куда-то, подготовиться, креститься. У нас каждый год приезжают, вы видите, люди, и в озере крестятся. В прошлом году у нас были из Германии, из Ливана. Откуда приезжали? Это я видел, видел. Так что тут выход есть, потому что речь касается души. Если из Германии прилетела женщина, то для мужчины проще. То есть можно приехать. Но сначала мы поговорим, подготовка начнётся. Конечно, конечно, я не против. Значит, требуется что? Чтобы человек уверовал, как должно, без изъяна. Дальше. Второе. Руками священника был трижды погружён, и третье условие, непременно, чтобы было бесплатно. Да, да, этого я же вырос. Сейчас, на данный момент, этого я пока не нашёл. Не нашёл. Дело в том, что даже взрослых, взрослых, они не знают, как и крестить. Вот в чём дело. Ну ладно, мы поняли это. Теперь, вот сейчас, как только мы закончим разговаривать, я вам скину материалы, наши материалы. Это, вы уже по скайпу знаете, как сайт. А на сайте, там вы зайдёте, увидите, книги на первом месте стоят, к истинному православию. Вы в неё ткнёте, и дальше оглавления пойдут, и о крещении, и вы всё прочитаете. Я кину дальше, я ещё один кину. У нас идут занятия, три раза в скайпе, здесь. И сегодня, как раз занятия, среда, пятница, воскресенье. Кроме того, мы выставляем очень много, нового, те вопросы, по отдельным файлам, которые мне задавали, когда я вёл занятия в университетах, в школах, в милиции, три радиопрограммы. То есть 4124 вопроса. Их сейчас по одному выносят, ну, определённое оформление, видно было, никаких добавок. И одновременно идёт текст, чтобы считать, можно было и слышать. У вас уровень образования сразу начнёт стремительно подниматься. Вы сами найдёте свои вопросы и ответы. Я не буду около вас сидеть. Я готовый, дал вам сокровище, отдал ключи от склада и сказал, где что лежит. Да, я понял. Главное, зайти по скайпу было. Вы уже это сделали. А дальше, с моей стороны, я вам всё скину. Вы не упускайте невозможности побыть с нами на занятиях. Буду стараться. Вот в два часа по Москве. Вы сможете сегодня быть? Да, да. Всё. Я вам скину эти все данные. Какой порядок, там всё написано. Так, другое. Сколько вам лет? 40 лет. Какая семья у вас? О, насчёт семьи вот тоже у меня вопросы есть. В общем, живём мы нерасписаны. Нерасписаны, понятное дело, не венчаны, потому что они крещённые. Двое детей у меня. То есть супруга, двое детей. А дети ваши? Дети мои. Так, а где супруга или кто там? Даже нерасписаны, уже можем разговаривать серьёзно. Ты на сторону-то не ходишь другим женщинам? Нет, нет. Нет. Но показать ты можешь женщину эту? Женщину? Сейчас, секундочку. Она на кухне, я позову её. Чтобы было не так, что я мужчину украл из дому. Не, не, не. Никаких вопросов. Сейчас вот, вот. Вот она идёт. Слава, Иисусу Христову! Добрый день, слава! Видно, видно, он, смотри. Так, ну вот разговариваем с Виктором. И нужно мне, чтобы вы были рядом, слышали. Не то, что я, как, говорят, волк, зашёл и из овчарни утащил мужика вашего. Нужно, чтобы вы были согласны со всем. Дело в том, что он искал, и я скажу, его поиск закончился. Он нашёл то, чего больше нигде не найдёт. А я не преувеличиваю, просто нет. Вот у меня здесь в Ютубе канал 17 400 роликов. Вы вообразите, что это такое? 17 000! Дальше. Ответы даю. Сразу 4 124 ответа. Разбито на 55 папок. Как, допустим, семья, дети, работа, государство, царь и всё. 55 папок названий. Вы найдёте ответ. Быстро научитесь пользоваться. После окончания нашей беседы я вам скину наши ресурсы. И чтобы вы, если есть возможность, вместе подходили на занятия. Вы начнёте быстро, духовно подниматься из того состояния, в котором находитесь. У нас всё открыто. Мы ролики не составляем. Его, как мы договорились, он не против Виктора, я его выставляю. Вы завтра сами себя увидите. Уже я постараюсь за ночь закачать. Под основной делает у нас там администрация, я только замки снимаю. У нас очень большая работа идёт. И вы увидите, как у нас приезжает митрополит, если не видели, как ведёт богослужение Московской Патриархат. Но мы относимся к русской православной церкви за рубежом. Та, которая оказалась в эмиграции, вышла, беломиграция, царская, как говорят, над нами, органы КГБ власти не имеют. Хотя мы их признаём, вдруг, ну, после, как говорят, объединения с зарубежной церковью. А там речь шла не об объединении, а о признании акт принятый. То есть, они признают церковь, которая оказалась за границей, это друг друга. И мы это признали. У нас всегда признавали. То есть, благодатность. И поэтому, мы, когда батюшки нету, некоторые ходят туда, в храм, к нам приходят, могут молиться. Но мы в такое положение попали, что над нами власти не имеют. Они не могут нас ни закрыть, ни деревню, которую строим с нуля, ни лагеря. Они не могут ничего с нами сделать. Мы им не принадлежим. Мы просто близкие друзья. Это только Бог мог так сделать. Мы всего... Всё потально. Мы принадлежим Богу. Да, это две общины такие на всю вселенную. Везде отдельные юрисдикции куда-то пришли, 13 разных названий, а мы никуда не пошли. Как были, так и остались. Видите как? Да, всё, это подкупает. Всё, как ты видела, что... Я спрошу, вы не против, что мы с Виктором будем ближе сходиться? Нет, не против. Нет. Потому что я буду отвечать на вопросы. У нас очень строгая иерархия в семье, чтобы мужик не был подкаблучником. Ну, подкаблучником, пока, вы видите, я не стал. Но, это Господь усмотрит. То есть, муж, голова, жене. Эту власть Бог установил ещё в раю. Дети должны слушаться родителей. Вы получите ответ на все вопросы, какие у вас были. А в храм, где вы ходили, ходите обязательно. К священнику подойдите, дайте ему данные наши. Он может будет вас слушать, а может объявить войну. Это тоже надо перенести. А от вас Углидар далеко? Далеко. Далековато, да. Далековато, да. А я назову Киев, Харьков, Николаев, Одесса. Какой город ближе? Ну, скажем так, равноудалённые они от вас. Ну, ладно тогда. То дело в том, что во всех этих городах мой полный комплект книг находится, я подарил. 38 томов. Да, да, да. Мы слышали об этих книгах, очень интересно было получить, но на данный момент пока финансовая составляющая имеет... Если всё будет благополучно, вам надо будет повенщаться и расписаться. О, красавица, до платочки она умница. Видите, вы видели, как у нас, когда дети в храме стоят, занятия идут как одеты? Да, конечно, мы это всё смотрим, всё это смотрим вот в китерам как губки. Это красота, потому что это целомудрие, чинность, про лагерь. Сейчас лагеря нету, приезжают гости, мы приобрели несколько домов и как гости, потому что власть объявила бескомпромиссную, полную, тотальную войну лагерям детским. А мы знаем своё назначение, всё-таки я начальник детского лагеря, 45 лет и три, формате, 48 лет. Поэтому у меня очень большой опыт работы с детьми, с молодёжью, студентами и прочее. Ну, всё тогда понятно. Если у хозяйки есть вопросы, задаёт, пускай, тогда может отойти. Ой, Игнатий говорит, у нас тут кушать хочет, маленькая. Вопросов много, но есть... Всё, всё, всё тогда. Я понял, что по согласию, чтобы не было лукавого подозрения, иначе это закроет вам вход. Вот когда будут занятия по скайпу, мы изучаем Слово Божие, вы обязательно старайтесь все дела свои как-то сократить и послушайте. Полтора часа, один час занятия, полчаса, вопросы и ответы. Хорошо, хорошо, мы будем. Ну, всё тогда. Вопросы больше я с вами теперь занимаюсь. Так, мы проходим полное толкование Нового Завета. Вы должны быть не то, что подкованы, а как Серафим Саровский говорит, ум должен плыть в Евангелие. Всё правильно вы говорите, потому как я вот тоже пытался благовестовать, и вот некоторые вопросы, на которые я не могу отвечать, приходится от них лукаво уклоняться. Вы будете отвечать теперь, ну всё, вас начнут за это преследовать, будет говорить, скажет, у вас знания от сатаны, я их знаю уже. Ну, конечно, может быть. Дело в том, что ещё, Игнатий Тихонович, тут я заметил такую закономерность, наверное, 40 лет, 40 лет у меня за плечами, то есть, и за плечами не совсем праведной жизни. И эти 40 лет дали отпечаток очень большой, сейчас на данный момент и память моя, и всё остальное. То есть, всё я оставил лет, наверное, 10 назад, все вот эти вот, скажем так, грехи свои я оставил там. Не знаю, я ещё не был, ни православным, никаким я был. в общем. всё понятно, я оставил. То есть, и табакокурение было, и пьянство, ну, то есть, всё как у всех, я думаю. Если кто-то говорит, что этого не было на данный, вот, сейчас, в данное время, то это он лукавит, это обман. Вот, я не верю такого, чтобы ничего не было, чтобы был чистый, вон там, это единица из миллиона, наверное, таких есть. Вот. И вот на данный момент я оставил это всё, и шёл, 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 и вот пришёл. И на данный момент, я просто о чём хочу сказать, Святую Библию, когда я читаю, ну, разные эти самые, я вот даже ваш ролик посмотрю, проходит час, я уже почти ничего не помню. Вот так вот. Вот в этом всё, беда. Ну, надо, значит, так, когда вы, окончательно уверуете, всё примете, крещение примете, и Господь может затормозить разложение мозгов, а потом кое-что и вернуть. Я буду надеяться и всеми силами стараться, чтобы так и произошло. Вот я живу, юноша один, у меня как сын родной, он такие бумажки, ну, картоночки, и он на них местописание выписывает и скотчем обклеивает, и где едет, всё считает. И у него сдвинулось с места, тоже памяти нету, всё начинает как-то помаленьку проясняться. Это вы про юношу Владимира говорите? Да, конечно. Его нету на работе сейчас, но потом на занятиях, когда будет, вы его увидите. Да и так, он во многих роликах есть. Да, да, я, я, дело в том, что заочно знаком со всеми уже, со всеми, потому что я очень много смотрю, если есть время, вот, я тоже хожу на работу, вот, насчёт работы вопрос. Работаю я, значит, на металлургическом комбинате. Работа связана с разными рисками, то есть, рисками здоровья, физическими, и духовными, в том числе, потому как коллектив совершенно, совершенно, скажем, не поддаётся моим там уразумлениям, вот, то есть, там и матерки, и всё остальное, пьянство и блуд, постоянно это на устах и в уме, очень сложно, очень сложно работать. Но вот я не за это, ладно, люди это люди, то есть, два раза сказал, отвращайся, дабы самому не развратиться, как говорят. Я говорю за другое, просто работа связана, скажем так, с потерей здоровья. Здоровье, ну, я не так давно там работаю, но всё равно чувствуется, что здоровье уходит. Не то, что я там, допустим, 40 лет, это не возраст, я ещё молодой, вот, ну, а избушка изнашивается. И вот, как вы скажете, работа посменная, по 12 часов, то есть, бывает, вот, в храм в воскресенье, я не попадаю, потому как я хожу на работу. А вот этот главный корень, не то, что, а именно это. Вы должны такую работу избрать, которая не мешала бы вам ходить в храм Божий в воскресный день. То есть, работу вы считаете, надо сменить? Три работы есть, которые можно не менять и разрешается пропустить. Это труженик за скотиной ухаживает, а куда ты денешься? Она пить, есть просит. И то у нас все ходят в храм. Второе, врач, врач, врачебный, врач, и третье, сторож, сторож, все. А остальное ты уже сам смотри. Смотри, что за работа. Если ты, то, что работаешь, тяжело, так ты мужчина, тебе это положено. Ну, избери другую работу, чтобы деньги были. Я вас понял. Что? И вы, если уже образумляетесь, если у вас даже какие-то несогласия с женщиной, которую вы уже можете женой назвать, дети есть, значит, зарегистрироваться и повенчаться. Это нужно сделать, как можно, доброго священника найти, чтобы все положено, чтобы она была в платке. И если готовитесь к окрещению, когда говорит оглашенный изыдите, вы должны выйти, где-то быть в притворе или где. А когда скажет с миром изыдем, в это время зайти перед концом. Вот в том-то все и дело, что храмы настолько так интересно все устроены. В одном из храмов нету дежурного, или как правильно назвать, я не знаю, который бы подсказал. Если я выхожу в притвор, то я уже не слышу, когда скажут с миром изыдем. То есть, этого нет. Я, конечно, при оглашении я выхожу на всех. То есть, я один стою в притворе, скучаю. Ну ладно, если нет, в храме найди такое место, чтобы не видеть, когда священник выходит с чаши. Найди такой уголок где-то. Можно найти в храме? Ну, в принципе, да. Ну, настань такой, что прижмись к стенке, влипни туда. И ни под каким видом уже ни о причастии речи не идет. Когда примешь настоящее крещение, тогда все встанет на место. Конечно, да. Это я все уже усвоил, как бы, никакого причастия, ничего, никакой святой воды, потому как я еще не готов. Да. Ну, сами себя решайте, как и что. Главное, сейчас расстанемся, я скину материалы, и вы сразу же поревнуйтесь, что быть на наших занятиях. Потому что на каждом занятии полчаса вопросы и ответы. А вы заранее вопросы все я покажу, которые у нас книги, тут все вы найдете. Я вам скину такой материал, вам никуда искать не надо будет. Так, все, я понял вас. Игнатий Тихонович, еще один вопрос. Слышали вы о таком человеке, Жак Фреско зовут его? Не знаю, а что это, кто это такой? Слышали, ну, это научный инженер, он очень много интересных идей у него, вот, но он безбожник, он как бы насмехался над Господом. Я очень много роликов его посмотрел, вот, у него очень интересная идея, то есть, я понял, вы не знаете, вы можете посмотреть немножко, ну, вы скиньте мне, скиньте хотя бы один-другой ролик, я достаточно, чтобы несколько минут посмотрел, уже скажу, опасный или не опасный. Вот, ну, как бы, он неверующий совершенно, то есть, и Бога он хулил немножко, но это я понимаю. А зачем ему, что вы найдете на наших ресурсах все, и вы забудете, вот это никто под ногами у вас путаться не будет. Не верующий. я не о том, не о том, все, он не путается у меня под ногами, это так, я, в общем. Ну, все тогда, если ничего нету. Игнатий Тихонович, спасти Христос за беседу. Слава Христосу. Пусть здоровы. Ну, слава Богу, живой, здоровый. Все, так тому и будет, так вам и надо. Ну, как Бог дает. Я всем хвалюся, что у меня две голубятни. Игнатий Тихонович, я все вижу, насколько вы заняты, то есть, всем работой, помимо того, что вы людям делаете добро, еще и животным. Да, животным летом и там работаем. Ну, здесь-то я сижу больше. Вот снег, когда бывает, там покидаешь. Ну, а еще мне 81-й год идет все же. Да, но все равно, у вас настолько активный образ жизни, что любой, там, 40 лет некоторые позавидуют такому образу жизни. Вот. Мне это знакомо. Я очень, я смотрел, вот Никита Колесников, когда у вас был, то есть, на весь, на всю эту работу, на весь этот труд, на труд физический, на труд духовный, который вы проводили с ним. То есть, я буквально через эти ролики, я там немножко себя начал узнавать. Вот. Понимать, что вот и такое я, такое я. Но не то, что там, допустим, насчет работы не знаю, насчет работы. А в духовном плане я настолько далек от всего. А Борисполь город далеко от вас? Ну, далековато, 400 километров. Ну, ладно, он на родину выехал. Да, да, я знаю. Я вот в планах у меня связаться с ним, я с ним переписывался. Отношения сохранились хорошие, он образовал группу, там, где занятия идут, так что. Ну, все, тогда, Виктор, давайте прощаться тогда. Да, спасибо, что вы, никуда не уходите, сейчас я буду вам ресурсы скидывать. Да, да, да. Все, с Богом. Я вам разрешаю заходить ко мне каждый день, если что-то срочное, а потом только один раз в неделю, а потом только один раз в месяц. Нет, если давайте так, чтобы я, каждый день я не буду, это точно, я буду готовиться, а потом только заходить, потому что я сегодня зашел к вам неподготовленным, мне это очень не понравилось. Тем более, каждую неделю, три раза вот здесь мы встречаемся, и вопросы, отвечаю я на вопросы, так что можете отвечать на занятиях, вопросы задавать. Я понял. Сегодня. Все, до свидания. Все, спасти Христос. Аллилуйя, отключайтесь. Спасибо.